Добрый день, добрый вечер всем болельщикам русского хоккея. Чемпионат российской суперлиды продолжается и сегодня. В Красноярске играют Енисей и Байкал Энергия. Через несколько минут начнется этот матч на стадионе «Локомотив». Юрий Викулин и Максим Гавриленко в центре поля. Два капитана, судьи сегодня, которые будут обслуживать этот матч. Евгений Тютюков, Дмитрий Аникин и Игорь Дердюк. И ваш комментатор на канале «Матч Наш Спорт» Михаил Мельников. Смотрим хоккей, Енисей, Байкал и Энергия. Составы команд. Ну, что касается Байкала, да, впервые, насколько я помню, мы смотрим в этом сезоне игру этой команды. Серебряный призер чемпионата России. В прошлом году в плей-офф обыграли сначала Кемеровский Кузбасс, затем в полуфинале «Водник Архангельский» и в решающем матче только уступили хабаровской команде «Сканевтянник» 2-6. Но, тем не менее, второе место – серьезное достижение. Команда, которую теперь тренирует Андрей Пашкин, ну, на самом деле, еще с прошлого года, да, надо важную вещь сказать, Владимир Янко работает спортивным директором в Иркутске. И поскольку сейчас, по сути, ведь идет процесс строительства новой команды, то есть, ну, так довольно активно происходит на смену поколений, вот это очень важный момент и, думаю, пойдет, безусловно, на пользу Иркутскому клубу присутствие этого специалиста. Ну, а Сергей Ломанов возглавляет команду «Хозяев». Сергей Ломанов-старший и Сергей Ломанов-младший, да, в прошлом сезоне за Енисей не играл, выступал в чемпионате Швеции за Венерсборг. И я вот видел, кстати, розы у болельщиков, где совмещены цвета двух клубов – Енисея и Венерсборга, соответствующие надписи, вот шарфы, которые, я так понимаю, сделаны специально по случаю перехода, да, Сергея Сергеевича Ломанова сначала из Енисея в Венерсборг, а затем обратно. Итак, 0-0. Первый тайм. Давайте знакомимся с составами, кто не успел прочитать быстренько. У Енисея Роман Черных в воротах защищает. Чернов подхватывает мяч, отдает Ломанову, Ломанов идет вперед. Ну и вот первый гол. И вот первый гол, передача Ломанова. Там, может, не очень просто было укротить этот мяч Дмитрию Макарову, но он это сделал. И под вратарем низом пробил. 1-0 на 10-й минуте первого тайма Енисей выходит вперед. Еще раз смотрим вот эту передачу Ломанова. Да, ну, вроде как за спиной у себя вынужден был выцеплять мяч. Макаров, ну, вообще, очень здорово, на самом деле, технично здесь сработал клюшкой. И не просто мяч этот укротил, но вообще даже лишних движений не сделал. Поэтому все произошло быстро, здорово. И Енисей повел в счете 1-0. Ломанову будет записана голевая передача. Она у него 12-я, между прочим, в этом сезоне. Ну, а что касается Дмитрия Макарова, то у него третий гол в этом сезоне, в этом чемпионате России. И вот, благодаря его голу Енисей вышел вперед. Ломанов с острого угла. Ничего себе, разве забивают с такого угла? Забивают, если это Сергей Ломанов. 2-0 становится счет. И чуть больше минуты прошло с момента, как Енисей открыл счет в матче. Ну, а вот и второй гол. Ну, знаете, да, вот когда пропускает вратарь с такого угла, то, конечно, искушение каких-то собак повесить именно на голкипера. Но, повторю, когда речь идет о том, что по воротам бьет Сергей Ломанов, то здесь, по-моему, упреки вратарю какому бы то ни было неуместны вообще в принципе. Потому что Ломанов вот только что доказал, что может забивать из любых позиций. Человек, который более тысячи мячей уже забил в чемпионатах России. Мы говорим про другие турниры. В Швеции он поиграл за сборную. Это отдельная история. И очень, кстати, жалко, что не сыграл. Он не пытался бежать в атаку. Ну, и хорошо в защите Ластерман сыграл. Ну, и это Руслан Тремастин уже. Ну, вот втроем, Иркутяне. Вот хорошая атака сейчас может быть. Но почему же сам все делает? Тремастин посчитал, да, что ему так проще. Прямая дорога к воротам. Один человек перед ним оставался. Партнера где-то слева-вправа. Решил сам этот момент использовать. Ну, а Енисей вот так своими моментами распоряжается. Это Алмаз Мергазов. Триной делает счет на 25-й минуте. Ну, вот как быстро в русском хоккее все поворачивается. Да, только что. Очень хорошая атака. Три в три была у Иркутян. Не реализовал этот момент Руслан Тремастин. И тут же, мгновенно, Енисей, в свою очередь, убегает в контратаку. И Алмаз Мергазов делает счет триной. Шестнадцатый гол Мергазова. Кстати, догоняет он Петерсона. Ну, и Артема Бондаренко заодно в споре бомбардиров. Кстати, посмотрите, не забивал ли Бондаренко в Кемерове. Нет, не забивал пока. Там, собственно говоря, вообще Хабаровский шин не забивал. Сейчас начинается второй тайм. Счет 2-0 в пользу Кузбасса. То и три гола. Это уже достаточно солидное преимущество. Оно отыгрывается в русском хоккее довольно быстро. Если что. Но пока по той игре, что мы видим, сложно. Ну, а сейчас-то какой момент у Иркутска. И... Так, а не было там положения вне игры, интересно? Да, нет. Ну, не фиксирует арбитры. Хотя один игрок буквально на линии ворот. Оказалось, Никита Иванов забивает. Никита Иванов, ну, провальчик такой в защите-то у Енисея. Да, то 3 в 3 атака была. А сейчас просто 3 в 1 вышли. Да, и пытались там вернуться. Ну, вот кто там, 91 номер, это Артем Ахмедзианов. В последний момент пытался помешать, но уже поздно было. Никита Иванов четко свой шанс использовал. 3-1 становится счет в пользу Енисея. Вот, пожалуйста, пожалуйста, иллюстрация к только что сказанному. Ну, действительно, все очень быстро может меняться. Здесь тоже нужно... И снова, снова в атаке Иванов. Да, ну, там, мне показалось, по кружке его ударили. Или что там случилось? Да, да, это будет свободный. Динамский воспитанник Никита. И по юношам, насколько я помню, он дебютировал еще в Волге Ульяновской. Несмотря на свое динамское детство. Так, а вот какой рикошет. И угловой будет. Будет угловой. Это бил Виталий Денисов. Или это гол? А мяч в воротах. Приношу извинения. Не увидел я. Давайте смотреть, что здесь произошло. Вот этот рикошет. Да, да, реагирует Роман Черных. Но от его перчатки мяч все-таки залетает в ворота. 3-2. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, шикарно. Опять, да, вспомните, с чего началось. Это был очередной проход Никиты Иванова. Уже был, если не ошибаюсь, четвертый за последние несколько минут. Вот так очень хорошо обострил. Разнообразил игру в атаке своей команды Никита. И не зря принимали шарфоваться на какие-то контратаки. Ну вот, одну из них проводит сейчас Енисей. Удар. И счет становится 4-2. Вот, пожалуйста. 38-я минута. И этот гол на счету Вячеслава Вдове. Ну, конечно, позиция такая убойная. Да, никого рядом нет. Доезжает до радиуса и пушечный удар. Пытается среагировать. Григорий Лапин, но не достает эту ключ. Ну вот, забил Енисей в контратаке. Забил просто... Ну, поймал, да, соперника. Я не в том смысле, что заслуги красноярских игроков здесь нет. Но вспомните, в начале матча, да, вот такие быстрые атаки Енисея, они, конечно, пройти не могли никак, когда очень много народу в Барване было и иркутской команды. А сейчас вот только мы обратили внимание, что там силами, ну, чуть не 7-8 человек, да, поехали иркутяне атаковать. И слишком много свободного пространства оставили в тылах у себя. Если вообще она состоится в первом тайме, ну, здесь не точная передача. И все, на этом первое плавно матча заканчивается. 4-2, Енисей впереди. Во встрече с командой Байкал Энергия. Перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ситуация Эрик Петерсон нарушает правила Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 7-2 С хеттриком Вячеславов-Вдовенко Шадрин Как раз ДимаTorzok Ну вот И Couldn't ДимаTorzok Смотрится вполне себя игра вот в эти заключительные минуты ого какой удар как раз стиля да может быть и сергей ломанова это андрей прокопьев забивает 10 гол вот я говорил да особенно жива на 10 забитый мяч реагирует болельщики в пятый раз в этом чемпионате елисей с двузначным счетом заканчивает матч самую девячку опять опять мне кажется что по краю вратарской перчатки 45 голевых передач и 2 плюс 2 у алмаза мир газа ну и получается что енисея у нас возглавляет турнирную таблицу у енисея становится 30 очков из 33 возможных второе подряд поражения хабаровского ска оставляет действующего чемпиона россии пока на втором месте в трех очках от лидера ну а что касается байкала энергии то по-прежнему на восьмой позиции иркутяне у них 17 очков после 10 проведенных матчей но заканчивается вот этот сложный выезд для команды андрея паштина и следующий матч уже предновогодние дома проведут охотисты балкала энергии против причем своих непосредственных конкурентов против соседей по термирной таблице ну а мы с вами следующий красноярский матч будем ждать еще раз напомню в понедельник не пропустить наш трансляцию на канале матч наш спорт енисей красноярск динамо москва 15 0 по москве одиннадцатый гол албас нергазов тоже делает хет-трик в этом матче и всего всего у него становится восемнадцать мячей у петерсов все не забивал да из основных нападающих миссии но зато вот алмаз выходит во вторые бомбардиры только сергей ломанов выступает в этом чемпионате по количеству забитых мячей ну я думаю что 1 2 это уже окончательный счет матча раздастся финальный свисток даже с учетом уже добавлены минуту да так и есть что ж с победой красноярск с очередной победой и с лидерством в чемпионате будем на этом прощаться михаил мельников для вас комментировал как всегда благодарю всех кто смотрит русли хотя и вместе с нами красноярск с победой и счастливы михаил 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 м